На финишной прямой. В Чебоксарах рабочие заканчивают капитальный ремонт помещения вечерней школы по улице Социалистическая. Половина средств выделена из республиканского бюджета, вторая часть из городской казны. В новом учебном году в этом здании будут учиться ученики столичной школы номер 61. Как идет модернизация объекта, проверил глава администрации Алексей Ладыков. Здание вечерней школы было построено в начале 60-х годов прошлого века. И, конечно, ремонт здесь был крайне необходим. Реконструкция началась в сентябре 2018 года. Полностью поменены водоснабжение, водоотведение, электрические сети, все внутренние работы, отделка, перепланировка. Сейчас расставляем мебель. Оборудование все привезено. С наружных работ осталось фасады сделать и благоустройство. Штукатурить, шпаклевать фасады рабочие закончили сегодня. Осталось покрасить. Есть небольшие сроки отставания, около месяца. Но я думаю, что к середине июня все строительные монтажные работы будут завершены. Оборудование будет поставлено к середине июля. Поэтому мы как и планировали в августе, так и выполним все работы, получим лицензию и откроем эту школу к 550-летию города. Для профильного обучения старшеклассников здесь оборудуют лаборатории химико-биологического, физико-математического, информационно-технологического и других направлений. До конца мая торги заканчиваются. До середины июня будут контракты. То есть к июлю только. В лучшем случае, по сути, до середины июля у вас будет. Ну, а сроку поставки? Срок поставки-то какой контракт? 1 июля? Да, 1 июля мы указали. Срок поставки 1 июля по всем контрактам? Да, да. Там же у нас профориентирован еще оборудование должно быть, да? Да, конечно. Прототипирование, 3D-моделирование, робототехника, инженерно-технологический кабинет. Кабинет. Мы все это выставили на торги. Кабинет ОБЖ. Ну, все кабинеты. Кабинеты иностранного языка с лингофоном оборудованием. Три кабинета информатики. Территориальные корпуса располагаются в 20 минутах ходьбы друг от друга. Это будет учтено при составлении расписания, чтобы школьники успевали на занятия. На сегодня школа 61. Самая большая в республике. У нас обучается 1750 детей. В здании, рассчитанном на 825 мест. Практически в два раза школа переполнена. С вводом данного здания здесь происходит капитальный ремонт. К началу учебного года это здание будет полностью оборудовано. И здесь начнется образовательный процесс. Здесь будут заниматься 500 старшеклассников с 8 по 11 класс. То есть мы как бы разгружаем школу до 1200 ребятишек. Галина Титарчук, Татьяна Раевская, Валерий Резюков. Республика.